Если сад ухожен, он красив в любое время года. А для того, чтобы он был красив, я предпринимаю меры. И какие? Смотрите дальше в моем фильме. У меня есть много фильмов о том, что удобрения мы делаем в бочках. Вот они. В позапрошлом году мы с супругом смонтировали вот такую живую стенку. И со временем, вот уже в этом году будет два года, постепенно все бочки будут скрыты под живой изгородью. О живой изгороде и сжималости каприфоль у меня много фильмов. Загляните. Где-то гуще заплелась, где-то меньше. Но со временем, конечно, будет здесь плотная-плотная стеночка, которая прикроет все мои бочки. Так как я теперь одна, и большого участка для огорода мне не надо. Вот именно здесь, где раньше у нас росли огурцы, вот и сейчас еще две лианки хорошие, имею я на салат огурчики. Но, как видите, я выкопала ямы. Для чего, спросите вы? Если из этого участка я хочу создать красивый уголок декоративными кустарниками, то, конечно, вот эти бочки, ведра будут очень некрасиво смотреться на фоне красивых декоративных кустов. Так вот, я решила установить здесь такую же сетку. Сетка эта довольно-таки дешевая. Покупаю я ее в строительном магазине. Она идет для стяжки на пол. Но нас она вполне устраивает. И если мы с супругом устанавливали трубы, то теперь мне придется установить вот такую арматуру. Благо, арматура есть еще. Об этом позаботился мой отец. И так, как надо вкопать как можно глубже, я выкопала ямки. Но придется еще глубже их выкопать. И потом налью воду. У меня есть фильм, как я устанавливала такие шпалеры. Можете посмотреть, когда сажала ежевику. И вот сейчас установлю эти арматуры. А что будет дальше, увидите в фильме. Так, как всегда находилась во время работы рядом с супругом, всю мужскую работу я знаю. Необходимо хорошо-хорошо утрамбовать землю. И я даже камушки выложила. Возможно, и вам пригодится это. И сейчас насыпаю. И опять надо утрамбовать. Для чего делаю? Чтобы лучше держалась сетка. Пока сетка будет легкая, это не страшно. А когда она будет иметь тяжесть, вот эти ветви, особенно с листьями, она, конечно, может погнуться. А мне это не надо. Я же делаю на долгое время. Часть работы сделана. Вот эта арматура, как основа, вкопана. И теперь необходимо купить сетку. Идемте со мной в магазин и покажу, какую сетку я выбираю. Вот я и в магазине. Можно выбрать вот эту сетку. 10 на 10. Я решила все-таки выбрать сетку. 15 на 15. Но есть еще сетка 20 на 20. Вот там дальше. Но решила я все-таки взять такую же, как мы тогда с супругом устанавливали. И вот теперь осталось только ее установить и прикрепить. Теперь осталось эту сетку прикрепить. Так, чтобы можно было внизу посадить вечно зеленую стене. У меня это сжималось каприфоль. А буду я крепить хомутиками. Крепим вот такими хомутиками. Очень уж они мне нравятся. Применяю во многих делах моих. На каждый пролет я выкопала две лунки. И вот, как видите, сажаю жимолось каприфоль. Первый год она, конечно, будет слабо расти, но потом разрастется. Главное – направлять. Всего у меня здесь три пролета. И на три пролета шесть кустов. Пока, конечно, очень жидкая посадочка. Но со временем здесь будет так же красиво, как и на той дальней. У меня, конечно, в планах здесь было посадить туи колоновидные. Но в связи с тем, что здесь растет грецкий орех, вот такой красавец, и рубить я его не собираюсь, здесь большая тень. Но этот же грецкий орех растет и над старой стеночкой с жимолостью. Видите? Все прекрасно уживается. Орех не портит. Даже я смотрю, что вот под орехом более гуще, значит, там была тень, чем вон там в конце этой стеночки. Там, конечно, еще жидковато. Поэтому и здесь, я думаю, будет красиво. И в планах у меня здесь будет маленький газончик с красивыми декоративными кустарничками. Но это предстоит еще сделать. А пока, видите, что? Ну, шаг за шагом, главное, чтобы было желание. Все будет сделано. Сегодня 20 сентября 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова